Буквально только что здесь, в Филадельфии, штаб Пенсильвании завершились первоочные дебаты, президентские дебаты в 2024 году между Камалой Харрис, вице-президентом США и экс-президентом США Дональдом Трампом. И как отмечают голосы Америки, как начались эти дебаты, Камала Харрис впервые пожала руку Дональду Трампу, и она первая ее протянула и представилась. Камала Харрис, Трамп пожал ее в ответ. Почему это важно? Дело в том, что они никогда не встречались до этого в реальной жизни. И предсказуемо, что сначала модераторы телеканала ABC задавали вопросы о внутренней политике, и в одном из внутриполитических вопросов прозвучала внешнеполитическая ремарка экс-президента Трампа. Он вспомнил пример министра Венгрии Виктора Орбана, который, по словам экс-президента США, сказал, что Китай его боялся, и Северная Корея также его боялась. Ну а первый полноценный внешнеполитический вопрос, который задали модераторы, это война Израиля и Хамас. Вице-президент США Камала Харрис осудила атаку этой террористической организации 7 октября, в результате которой погибло 1200 израильтян, и подтвердила право Израиля на самооборону. Она признала гибель мирных палестинцев и призвала к немедленному прекращению огня, освобождению заложников и созданию палестинского государства наравне с израильским, что обеспечит безопасность как для израилетян, так и для палестинцев. Трамп заявил, что если бы он был президентом, отвечая на тот же самый вопрос об Израиле, то конфликта в Украине и других глобальных проблем не было бы, именно такие формулировки он использовал. Он критиковал текущее руководство страны, утверждая, что оно ослабило позицию США, особенно в отношении Израиля и Ирана. Трамп обвинил нынешнее руководство США в антиизраильской позиции и предположил, что при их президентстве Израиль может просто не выжить. Второй очень важный внешнеполитический вопрос, который был затронут на дебатах, это война России в Украине. Трампа спросили напрямую, хочет ли он, чтобы Украина победила. Он не ответил ни да, ни нет, сказал о том, что он хочет, чтобы война закончилась. Он заявил, что у него хорошие отношения как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с Владимиром Путиным и предположил, что оба его уважают. Он раскритиковал президента Байдена за отсутствие попыток пообщаться с Путиным по телефону во время полномасштабного вторжения, что, по мнению Трампа, привело к ухудшению конфликта, который может перерасти в Третью мировую войну. Вице-президент Камла Харрис подчеркнула, что поддержка США в виде средств противовоздушной обороны, боеприпасов, артиллерии, противотанковых ракет и танков Абрандс помогла Украине оставаться независимой и свободной. Она также утверждала, что если бы президентом был Дональд Трамп, Владимир Путин, вероятно, уже захватил бы Киев и угрожал бы дальнейшим расширением в Европу. Камла Харрис также отметила благодарность европейских и союзников по НАТО за текущее лидерство США и руководство и подчеркнула важность сохранения силы Североатлантического альянса. Она также раскритиковала Трампа за то, что он, по ее мнению, слишком легко идет на уступки авторитарным режимам и предполагает, что он может быстро пожертвовать безопасностью союзников ради личной выгоды. Почему эти дебаты важны? Почти треть от всех избирателей считают, что они как раз помогут определиться с выбором. И буквально сразу же после этих дебатов Тейлор Свифт, поп-звезда глобального масштаба, которая на протяжении всей кампании держалась в нейтралитете, поддержала Камлу Харрис и Тима Уоллса в их попытке, собственно, одержать овальный кабинет Белого дома. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!